Я решил снизойти, снизойти вот куда угодно ради вас и ради относительно адекватных людей для того, чтобы поставить точку в спорах, которые связаны с таким замечательным оборудованием, как улучшенный прицел, потому что, ну, прости господи, коллеги мои, скажем так, утверждают, что это оборудование, связанное с точностью танка. При этом они понятия не имеют, что такое точность в этой игре и даже не могут четко сформулировать определение данного слова. Вот, и огромное количество игроков, пренебрегая правильным и более полезным оборудованием, с пеной у рта, пытается доказать, что прицел, улучшенный прицел, трофейный прицел, какой угодно прицел, повышает точность танка в нашей любимой, замечательной игре World of Tanks. Вот, и сегодня я запарился, запарился и даже с монтажом немножечко запарюсь и попытаюсь вам объяснить, улучшает ли прицел точность. В игре существует привычный для всех, вот он, да, круг сведения. Круг сведения является разбросом. Разброс. Это область, ограниченная кругом сведения, внутри которого снаряд может полететь в любую точку. При этом разброс в нашей игре не является точностью. Точность. Это количество попаданий снаряда в центр круга сведения. Чем чаще танк попадает в центр круга сведения, тем точнее этот танк. Точность танка является скрытой характеристикой и настраивается для каждого танка отдельно, на этапе тестирования и, или, во время конкретного боя. Что будет продемонстрировано, собственно говоря, в этом видео. Вот, собственно говоря, вот так вот. Круг сведения. Так вот, снаряды в нашей игре могут полететь в абсолютно любую точку, которая находится внутри круга сведения. В центр, вправо, влево, вверх, вниз, ближе к центру, дальше от центра, на северо-запад, на восток, да куда угодно. После того, как вы сделаете то, что вы сделаете. Сейчас я вам покажу, продемонстрирую, показываю. Поставив прицел, боевое братство, ну мы сейчас говорим о прицеле. Что у вас произойдет? Вы создадите новый круг сведения. Давайте его вот так вот поперемещаем. Ну вот он достаточно меньше, чем предыдущий. Там чуть побольше. Вот так вот, да? Типа все, все стало лучше, все стало круче. Вот. Подпишем его как... 0, 42. Точность! Хотя это не точность. Так вот, с этими точечками, попаданиями, так называемыми, внутри круга сведения, произойдет определенная вещь. Это будет выглядеть не вот таким вот образом, перемещаясь из старого круга сведения в новый. Это будет выглядеть вот таким вот образом. То есть, все, что вы меняете, это область ее габариты, да? Распределение снарядов внутри круга сведения. Вы не уменьшаете количество снарядов, летящих выше, ниже, левее, правее, по диагонали вверх, по диагонали вниз, влево, вправо, как угодно. Как сказал один хороший человек, вот представьте мяч футбольный, да? Вот вы его накачали, футбольный мяч. Так вот, если он не травит, если его слегка сожмете, чтобы он стал там визуально меньше, количество воздуха внутри нем, оно не изменится, оно останется прежним. Понимаете? То есть, все, что вы сделали, это изменили область. И тут уже нужно говорить о двух, так сказать, основополагающих, умное слово, я его, наверное, даже неправильно сказал, вещах, существующих в этой игре, а именно, стрельбе по точке, стрельба по точке. Это выцеливание конкретной уязвимой области, когда нам требуется попадание именно в центр круга сведения. Каток, люк, определенная точка лба башни и так далее. И стрельбе по площади. Стрельба по площади, это выцеливание, при котором нам не обязательно попадать в центр круга сведения. Чаще всего допускается отклонение снаряда левее или правее. В редких случаях допускается отклонение снаряда выше центра круга сведения. Отклонение снаряда ниже центра круга сведения чаще всего недопустимо. Борт корпуса, борт башни и так далее. Сейчас вы уже знаете, что это такое, да? Определение, сносочки, все.